Раньше, помните, музеи какие были, вот в конце 20 века? Руками не трогайте, не ходите. Вот правильно сказали, сейчас именно музеи нужны государственные, честь и хвала. Пытаются провести разные интересные экспозиции. Очень необычно, когда экскурсии проходят в полной темноте и с ожившими персонажами. Это страшно, но это так увлекательно. Пойдете на улицу Парижской коммуны, а там уже восточные магазины, а там уже платочки. А там все рядом, и кофе. Туристический код Татарстана. Вы смотрите главные новости в студии Алины Рязановой. Здравствуйте. Напоминаю, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир по номерам 8 800 532 55, а также по номеру 511 99 66. У нас также в группе ВКонтакте традиционно проходит голосование. Сканируйте QR-код, который вы видите на экране, и голосуйте, потому что вопрос сегодня очень интересный. А вы пользуетесь услугами экскурсовода в путешествиях. Будем сегодня с нашими гостями результаты голосования обсуждать. Тема у нас сегодня неспроста – туристический код Татарстана, потому что у нас ежегодно, 21 февраля, многие города мира, особенно те из них, которые являются центрами туризма, отмечают эту дату. В Казани не исключение, потому что туризм в Казани становится полноправной отраслью экономики, и в Татарстане на самом деле количество туристов превысило 3 миллионов человек в год. О работе экскурсоводов, об этой прекрасной, интересной профессии, о том, какие у нас потрясающие места есть в Казани, сегодня поговорим с нашими гостями. Айдар Садыков – экскурсовод, театровед. Здравствуйте. И Зарина Сафина – заведующая отделом музейно-образовательных программ Национального музея Республики Татарстан. Добрый день. Вопрос хочу начать немножко издалека. Есть такой интересный факт. Оказывается, еще в середине прошлого века экскурсоводом мог стать абсолютно любой человек. Но чем дальше эта профессия развивалась, тем больше появлялось разных и музеев, и разных центров, объектов исторического наследия, это всегда очень росло и видоизменялось. Так вот, где нужно отучиться, чтобы стать хорошим, интересным экскурсоводом не только в Казани, но вообще в принципе? Вопрос к вам. Да, спасибо за приглашение в студию. Пользуюсь, в общем, хотел бы поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником, Днем Экскурсовода. Ну и в первую очередь поздравить всех наших гостей города и приезжающих к нам в Республику Татарстан. В наш город мы всегда готовы рассказать, показать наши достопримечательности. По поводу экскурсоводов, в принципе, уже в 20 веке их специально обучали. То есть это уже была профессия не так, просто люблю город и расскажу. То есть определенный методик появился, то есть это уже стала профессией. Это, конечно же, и призвание, как у произвания, у педагога, у врача. То есть не любой желающий туда может пойти. То есть этот человек должен быть экстравертом, человек, обладающий знаниями, умением донести и обладать организационными способностями. То есть это смежная профессия, как учитель, артисты, то есть люди, которые умеют коммуницировать с людьми. По поводу обучения, да, действительно, проходит обучение в Казани несколько центров, где на протяжении 3-4 месяцев дается теория, а затем практика по основным достопримечательностям города Казани. И только после прохождения этих курсов дается уже диплом, сертификат государственного образца, который дает право работать с турфирмами. Это на базе Казанского Кремля, нашего музея-заповедника, и на базе Павловской Академии спорта и туризма, в частности. Можно получить профессию экскурсовода, которая на сегодняшний день одна из самых востребованных. Благодарю. Ну, раз уж мы накануне сегодня говорим об этом празднике, да, завтра он будет отмечаться. Интересно, как вы вообще пришли в профессию тоже, да? Да. И вот очень интересно факт, сколько фактов для того, чтобы обучиться экскурсоводам. Как это произошло у вас? Ну, я... Да, добрый день всем еще раз. Я по себе могу сказать, что я закончила Казанский государственный сент культуры. Благодаря тому, видимо, то, что у нас преподавали режиссору, актерское мастерство, у меня возникло желание, уже будучи на втором курсе, работать именно в Национальном музее Республики Тарстан. Я приходила туда в качестве посетителя, я познакомилась с персоналом. Уже с третьего курса проходила практику. Третий, четвертый, пятый курс я уже поняла, что я буду там работать. Ну, для меня вообще профессия экскурсовод, да, это прежде всего, наверное, это актер, это моноспектакль. Это на самом деле такая четкая работа, и ты обладаешь несколькими качествами. Ты психолог, ты педагог, ты действительно и организатор. Потому что важный нюанс состоит в том, что я должен удержать внимание не 10, не 15, не 20 минут. Чтобы было интересно слушать. А если это городской экскурсовод, это вообще 3-4 часа получается, да, а у нас примерно экскурсия длится 1,5-2 часа по музею. Да и не только я, собственно говоря, про себя говорю, это я говорю про весь наш коллектив. То есть я считаю, что у нас работают действительно настоящие профессионалы, которые знают свое дело. Ну, собственно говоря, мы обучаем сейчас желающих, если кто-то хочет по нашему музею водить экскурсии. У нас есть тоже школа, где получается диплом государственного образца. Мы именно даем азы экскурсоведения. То есть это актерское мастерство, это правильная речь, что непосредственно очень влияет вообще для того, чтобы экскурсовод работал профессионально. Вот вы озвучили о том, что это тоже такая некая творческая профессия, сюда добавляется очень много знаний своих еще личных, умений удерживать внимание. А насколько вольны экскурсоводы интерпретировать исторические события? Вольны, но в ограниченных рамках. Почему? То есть говорить от себя, я вот так вот вижу, я так хочу, и вкладывать эмоции можно, но отходить от каких-то общепринятых норм, не принято особенно для больших организованных групп, для детских групп, для школьных групп. Потом по этикету есть три темы, которые не принято обсуждать в приличном обществе. Это религия, политика и деньги. Поэтому, когда я начинаю экскурсию, я говорю, а вот как раз-то об этом мы сегодня не будем говорить. Потому что и политика, и религия, и ислам, и христианство. Поэтому наша задача, если говорить о такой традиционной экскурсии, мы стараемся не педалировать, не давать личную оценку. То есть, вот как вы сказали, интерпретацию, какую-то свою оценку. Какую-то прям субъективность. Каждый человек сделает на свое усмотрение. Вот, например, говорят там, не едят свинину, не пьют алкоголь, хорошо, плохо, в монахи кто-то уходит. Каждый принимает себе решение, хочет, чтобы монастырь ушел, значит, человек ушел. И мы говорим о монахах, а оценку свою личностную не отдаем тем или иным событиям, которые происходят. А так, интерпретировать, мы же с вами разговариваем, мы же не на уроке истории, правильно вы сказали. Должны быть интересные факты. Я очень люблю национальный музей. Как мы можем интерпретировать? Можно говорить по методичке, заученный текст, национальный музей, бывший гостиный двор. А можно сказать, а вы посмотрите на вход в национальный музей, видите там вензель. Что вы там видите? Это и для взрослых, и для детей подходят. Буковки АЛ. А что это такое? Вензель. А как вы думаете, что это может означать АЛ? Это Андрей Федорович Лихачев. Именно дворянин, чья коллекция послужила основанием создания этого музея. И площадь Ивановская. Слышали поговорку, что ты кричишь на всю Ивановскую? Да, у нас такая же есть. Здесь зачитывали царские указы, глашатые, и эта площадь, на которой мы стоим, некогда называлась Ивановская. Здесь находится Иоанно-Притеченский монастырь. И мы показываем на колокольном сохранившемся этого монастыря. Вот через эту интерпретацию, то есть факты подачи. Но факты должны быть исторические. То есть, если это Андрей Федорович Лихачев, интерпретировать мы его не будем. Ну, это просто некорректно. Сложно доносить просто и интересно, скажем так. Тем более исторические какие-то интересные факты. Какие традиционно самые привлекательные объекты среди туристов, на ваш взгляд, у нас? Ну, конечно, это Национальный музей Республики Тарстан. Я вообще считаю, что знакомство с историей нашего города нужно начинать именно с нашего музея. Потому что у нас достоверный исторический факт. У нас предметный ряд выдержан. Мы рассказываем историю от древности и кончаем современностью. А вот после нас уже можно посещать и Казанские Кремль, и другие культурные объекты. А сколько у нас музеев удивительных и интересных. Музей Евгения Баратынского, музей Горького и Шаляпина, литературный музей Габдулы Тукая. Это наше достояние, это наша гордость. Очень много удивительных мест. На самом деле, это не только для туристов интересно. Наши жители города должны, конечно же, в выходные дни вместе с семьей, с друзьями посещать наши достопримечательности. Вот в Петербурге, когда я была, они говорят, что выходные они проводят в музеях. Понимаете? То есть основной посетитель многих музеев Петербурга – это местные жители. И я призываю, пожалуйста, приходите. Нам есть что рассказать, нам есть что показать. И сделать это не скучно, а достаточно интересно. Как часто обновляются вообще какие-то экспозиции? Вот особенно для тех, кто уже живет в Казани, когда-то посещал, например, музей. Ну, вы знаете, постоянная экспозиция у нас стоит достаточно долгое время, но выставки мы проводим почти каждый месяц. Как проводят национальные музеи, так и наши филиалы. То есть в музее Горького и Шаляпина открылась выставка, посвященная нашему великому Федору Шаляпину. Кто-то об этом знает. Вот приглашаю всех. Выставка будет работать недолго. Далее во многих музеях тоже будут открываться выставки уже в этом месяце, в марте месяце. Следите за новостями. То есть каждый раз… Извините, перебиваю. Интерактивные программы очень интересные. У нас есть костюмеры. Я, если позволите, добавлю. Недаром Александр Васильев, историк моды, мне была оказана честь проводить ему экскурсии здесь в течение четырех дней. В первый день мы пошли сразу же в национальный музей, где вы нас радушно встретили вместо запланированного одного часа. Мы там были как три или три с половиной часа. Три часа. Да, то есть надо начинать с знакомства с национальным музеем. А информацию о всех интересных выставках, каких-то мероприятиях, может быть, выездных каких-то, да, приезжих выставках, это все, где можно посмотреть. Это в Телеграм-канал, в ВКонтакте, это, конечно же, наш сайт. Телеграм-канал всегда обновляется информация, каждый день. Пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда рады всех принять. Благодарю. Как в выходные дни, так и в будни. Мы работаем без выходных. Спасибо. Вот интересно также послушать. Я думаю, это как раз вопрос будет к вам. Какие есть интересные мистические места у нас в республике, которые стоит посетить? Ну, Гелавуга вот сразу приходит в голову чертового городища. Да, да, да. По поводу мистических мест. Темы интересные. Очень много желающих посмотреть. И тут вот вопрос к интерпретации. Есть легенды. Шурале, Суанасе водяная, Шаляпин писал о озере Кабан, Габдула Тукаси, но и Базар, или Кисикбаш, тоже связаны с озером Кабан. Там Зеланд, Желанд, Змей, ему работы, Даша Номдакова, замечательная работа возле нашей чаши. То есть, места мистические, мы их рассказываем, они есть, но тут очень тонкая граница. Почему? Потому что есть такие места, которые уже говорят, мимо любого исторического здания приезжаешь и говорят, тут был пожар, и после этого здесь каждый вечер проявляется женщина в красном. И это сплошь и рядом, то есть уже на потребу идет. Мы профессиональные искусствоводы против этого. Есть фролеры, условно говоря, там уже вся эта мистика, то есть это сказка. Поэтому, когда мы что-то говорим, мы говорим, это легенда, имеющая основания, а это уже придуманные на сегодняшний день. Ну, а по поводу мистических мест, у меня авторский маршрут есть, это Некрополи, ну, в хорошем смысле мистические. Не такая вот, ну, ужас, с кем мы вас там напугаем, а то есть вот через, ну, такой погружение к истории. Погружение к какой-то легенде, да, к какой-то истории. Да, да, да. А так, конечно, каждое место, оно связано с легендами, в принципе. И что интересно, история, она вот пропитана, ну, те же даже Зеланды, вот, змея и эта легенда, которые... Символы. Символы, да, да, да. Интересно. У нас также в Казани очень часто проводится много разных событийных мероприятий, и этим тоже славится Казань. Неспроста у нас тут, да, 3 миллиона человек в год посещает Казань. Это разные, да, там, вкусная Казань, велосипедные забеги и все остальное. Вот на ваш взгляд, какие... как активно развивается вот этот событийный туризм? Какие мероприятия успели? У нас только сейчас активно развивается, даже я сама не могу попасть на ряд мероприятий, мы не успеваем просто, да. И очень часто бывает так, что мы где-то принимаем участие, не можем быть на какой-то локации. Ну, я, разрушившись национального музея Республики Тарсан, я не могу затронуть тему того, что у нас уже в третий год как работает летняя площадка. То есть в нашем здании, гостиного двора, вот в этом уютном месте летом открывается концертная площадка. У нас выступают прекрасные артисты, музыканты не только нашего города, но и мы приглашаем из других городов артистов. Это вот кто об этом знал? Вы знали, Айдар? Да, конечно. Замечательно, я тоже знала. У нас скоро будет уже программа. Это очень интересное место, красивейшее место. И понимаете, вот вы вроде бы в такой шумной суете, да, и попадаете в совершенно иное пространство. Красота вокруг, будто бы это конец 19-го, начало 20-х веков, потому что сам гостиный двор, он на самом деле, это же интересное архитектурное сооружение. Вот это здорово. Потом наши многие музеи проводят очень много событийных мероприятий. Они очень интересные. Музей Боротынского постоянно нас удивляет, да, музей Горького Шаляпина, дом татарской книги Артурского, 15-го, который проводит вообще необычайные мероприятия, кстати, как и днем, так и вечером. И вот по поводу мистики. У нас тоже проходит мистическая экскурсия «Легенда гостиного двора». Да, очень необычно, когда экскурсия проходит в полной темноте и с ожившими персонажами. Это страшно, но это так увлекательно. Нет, некая иммерсивность. А можно добавить по поводу событийного туризма? Ну, кстати, по последним данным, Татарстан посетил, и в Казань, в частности, уже не 3 миллиона, а 4 миллиона. 4 миллиона. И если раньше, помните, музеи какие были, вот в конце 20-го века, руками не трогайте, не ходите. Вот правильно сказали, сейчас именно музеи нужно государственной, честь и хвала пытаются провести разные интересные экспозиции, не просто застеклянные витрины, там эти остатки, обнаруженные во время раскопок. Именно вот такие мероприятия, и на территории, в частности, музея и заповедника «Казанский Кремль», там джаз, на территории присутствующих мест, новогодние мероприятия проходят. Интересное событие мероприятие было буквально недавно, на прошлой неделе, «Саннифест» в Мамадышевском районе. То есть делают необычные сани, и скатываются, и люди приезжают, потому что экскурсия – это ведь не урок истории, и с детьми, и взрослыми приходят. И очень приятно, что не только частные организации, но и государства, и музеи тоже делают для того, для привлечения людей. Вот, в частности, «Саннифест». Можно сказать, что в тренде такая, в тренде, скажем так, вот именно в туризме, в музейной практике и в театре тоже иммерсивность некая, да, когда человек погружается в какую-то реальность. Да, люди очень любят. Мне вот очень интересно, что же такое туристический код? Ну, как раз, как будто бы об этом сейчас и говорили, вот можете вы как-то зарезюмировать? Ну, конечно, надо обозначить то, что наша республика, в которой проживает много национальностей, это вот такая некая наша фишка, да, стык между Востоком и Западом. Мы даже уже, когда попадаем, например, в Национальный музей в раздел Волжской Булгарии, мы уже рассказываем о том, что Великий Шелковый путь, Великий Волжский путь проходил через наш город, Казань, да, и не только город Казань. То есть это всегда привлекает посетителей, им настолько это все интересно, понимаете? Я считаю, конечно, что наша республика, она удивительно богата. То есть туристический код – это как раз-то самая особенность, которую важно сохранить. Конечно, конечно. Потому что, интересный момент, более 200 миллионов рублей выделено на развитие туристического кода Старо-Татарской Слободы. Вот для чего Старо-Татарской Слободе свой туристический код? Очень хороший вопрос, и спасибо вам большое. Я вот хочу сказать, будучи коренным казанцем, мне очень приятно и отрадно, что какая-то часть нашего города сейчас стала даже более татарской и более восточной, чем еще 30-40-50 лет. То есть все губернские города, да, они были все одинаковые, да, и вот сейчас, благодаря Старо-Татарской Слободе, мечети Морджани, чем оно интересно? Народ оттуда уходить не хочет, там грамотно. Там озеро, природный ландшафт, любой желающий может на катамаранчиках покататься, далеко не уходя, может поесть, покушать. Казалось бы, а дальше что? А тут уже история и мечеть Морджани, и биография Каюма-Насыри, и памятник Морджани, который сделан по эскизам по работе, баки у романча, и тут же дегустационные лавки, и тут же развлечения на территории. И когда мы вот проводим экскуриси, я вот честно тоже говорю, ведь обратите внимание, это ведь не один отреставрированный дом, люди посмотрели, развернулись и ушли, а цепь разных вот таких мест, увлечений, где каждый найдет для себя что-то, и кофейню, и татарской, и европейской кухни. И сейчас эту территорию планируют увеличить, и причем, очень приятно, что это сделано не только для туристов, и нам, казанцам, тоже приятно пройти туда. Почему там мечеть, раз мечеть, это не как, если не как, это одежда. Какие-то праздники, пожалуйста. Вот будете там, да, будете там, не как, да, пойдете на улицу Парижской коммуны, а там уже восточные магазины, а там уже платочки. А там все рядом, и кофейня. А там уже и рыб, и вот эта часть, она стала даже более такая татарская, восточная, и прямо не искусственно сделана, а вот естественно. И сейчас, конечно, будут развивать, и вот ту сумму, которую вы назвали, честно говоря, да, эта сумма не такая большая, просто ее можно было бы даже и больше. Еще больше. Очень хочется в завершении программы, благодарю вас, да, хочется очень важный вопрос спросить, так как у нас очень большая модернизация, тоже везде, во всех отраслях, и очень много можно узнать, навести просто QR-код и прочитать. Вот как раз у нас вопрос голосования в группе ВКонтакте, а вы пользуетесь услугами экскурсоводов в путешествиях, и отвечают у нас 30%, да, а как же без него? Ну, 30% еще есть, кто не путешествует, но все-таки большая часть отвечает, что да, есть, обращаюсь. Вот на ваш взгляд, пропадет ли эта сфера экскурсоводы, да, или будет дальше развиваться? Нет, я думаю, что я скажу, я, во-первых, могу отметить точно, у нас вот, например, в музее есть аудиогиды, но поверьте мне, если есть возможность именно живого экскурсовода, да, то, конечно, они выберут экскурсовода, профессионала, потому что то, что расскажет экскурсовод, не расскажет никто. И те эмоции, наверное, которые... И даже если вы скачаете приложение, да, допустим, какого-то музея... И будет тот же самый текст, подать будет совсем другое. Да, совсем другая, ведь надо это увидеть, поверьте мне, когда вы увидите предмет, которому более тысячи лет, у вас будет столько эмоций, столько запоминающихся моментов останется в вашей жизни, не заменит ни смартфон, ни компьютер, ни телевизор. Спасибо, будем завершать, поздравляю вас с завтрашним праздником, профессиональным, можно сказать, спасибо, что были сегодня у нас в гостях, это были главные новости, всего доброго и до встречи.